итак дорогие друзья мы продолжаем изучать притчи царя соломона и вот так как сделать вот так притчи царя соломона вот так так все мы продолжаем изучать притчи царя сейчас идет прямая трансляция и в facebook и в instagram вообще мы просто сейчас заполонили весь эфир идет трансляция в двух эфирах яков шатанин шалом так алекс чудиевич шалом всем значит шалом собираемся все на урок наталья ратнер марина шувалова добрый ранок значит уже в инстаграме у нас подтягивается аудитория уже три человека в инстаграме кто нас там иринка нитиченко она раньше смотрела иринка в фейсбуке а сейчас в инстаграме или она одновременно и в инстаграме фэсбуке так хорошо значит все собираемся доброе утро всем шалом отлично 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 все всем привет всем шалом доброе утро и лора музыковская влад косов влад привет все и мы продолжаем продолжаем 25 глава которая как я понял вот по названию по началу главы она не для всех она была скрыта и поэтому в ней могут быть такие вещи которые не всех касается то есть тут в основном вот то что сейчас я читаю это взаимоотношения с царями то есть не каждый из нас часто взаимодействует царями но мы можем из этого извлечь выводы и для себя в начале мы выяснили что что то есть духовные вещи и то что бог как бог создавал мир как бог миром управляет мы можем об этом только догадываться то есть это ну очень условно когда мы пытаемся надеть материальные какие-то образы и слова которые относятся к материальным образом на духовные понятия очень все условно и дальше мы перешли к царю земному и оказалось что земной царь это тоже не так просто потому что в земной царь у него что в голове творится непонятно потому что такой поток на него информация идет что просто ну обычно нереальный поток информации причем царь получает ту информацию которую нормальный чек не получает то есть он знает у него там цру как эти самые фсб какие-то сводки и так далее то есть по большому счету ну вот мы получаем все информацию какой-то маленькие клочки такие клочечки которые нам выделяет сми знаешь сми нам выделяет какое-то такое как а как сказать сми выделяет нам подготовленное какое-то как супы быстрого приготовления наде вам вот это в мире творится она не это в мире творится то есть нам дали такой какой-то суп быстрого приготовления вьетнамский и вот эти сидим смотрим там телевизор или Или там интернет, да вау, как в мире творится. А это какие-то 3-5 журналистов сидят, это все клепают на одной коленке. То есть мы не видим мира реальный. И лучше бы не видели этот суррогат мира. Потому что тот суррогат мира, который мы потребляем через СМИ, миром не является. Является только мусором, который засоряет восприятие. И который, засорив восприятие, заслоняет от нас духовную реальность и природу заслоняет. Потому что если бы человек, он не заслонял себя мусором вот этим. Фейсбук, инстаграм, там новости, интернет. То он бы чем бы занимался? Ему же надо чем-то куда-то смотреть. Куда бы он смотрел? Он бы смотрел бы тогда в небо. На природу, на птичек слышал бы. Там птички летают. Он бы там, например, задумался, вот водичка там журчит. И у него вот это внимание его, которое не было бы расколбашено и замусорено. Он бы тогда бы до какой-то мысли бы додумался. Может быть, симфонию написал бы. Может, книжку. Поэтому, значит, дальше. И дальше мы изучили, был пятый отрывок, что восприятие царя и его вообще, как он управляет своим царским уделом, зависит от того, кто рядом с ним находится. Если рядом с ним находятся добрые и хорошие люди рядом с царем, тогда они ему подкладывают бумаги на подпись «Добрые и хорошие». А если рядом с ним находятся злодеи, как Аман, находился рядом с Ахашвирошем, он подсовывает ему указ «Уничтожить один народ, уничтожить другой народ», ну и так далее. То есть, окружение влияет на царей. Не выделывайся, не выделывайся перед царем, по-простому. Ну, то есть, будь великолепным, но не перед царем. Перед царем не надо быть великолепным. Убимком к долим альта амод. И в месте, где стоят большие люди, не стой там. Не стой. Что имеется в виду? Значит, я приведу простой пример. Был такой, и есть он, Михаил Ходорковский. Он был самый богатый человек России, и он, значит, летал на самолетах, охрана, там все. И он как-то сказал, вызвали, там я слышал так, что Путин вызвал олигархов, а он там пришел, не пришел. В общем, он как-то сказал, что ты кто вообще Путин? Ну, вот показал, что я тебя не признаю. Ровно, буквально, в течение нескольких дней он летал с самолетом охраны, все. Он где-то летает между своими вышками. У него 17 миллиардов долларов. Но он на царя, типа, не так посмотрел. Там он приземлился, тут же группа захвата арестовали. 10 лет тюрьмы, всего лишили и отпустили из тюрьмы. Я не знаю, на каких условиях, но, тем не менее, 10 лет в тюрьме, и был Михаил Ходорковский самый богатый человек России, 17 миллиардов долларов. А сейчас как-то он в списки не входит самый богатый. Это называется, он не выполнил то, что написано в 25 главе, не выделывайся перед царем. И второй был случай, Чертизон рынок, тоже примерно такая же история, что я не помню, как его была фамилия, он еврей, кстати. И он хозяин был самого круга, ну, байка, не байка, почитайте. Чертизон рынок, Чертизон это, ну, Чертизовский рынок, да. Я не помню, как его звали, еврей был там хозяин главный. И он строил гостиницу за миллиард долларов, ресторан Прага его был там. Ну, то есть, он был супер-мега крутой человек, но тоже миллиардер. И тоже где-то он перешел дорогу к Путину. Где-то мне рассказывали, что он просто там, ну, неуважительно одно-два слова сказал, да. Тельман Исмаилов, да, одно-два слова как-то неуважительно. Сразу спецназ, все, рынок закрывают, всего лишают, на него 10 уголовных дел. Он скрывается, все, ничего нету, банкрот. Вот гостиницу отобрали, которую он назвал именем своего папы в этой самой, в Турции. Он построил отель, самый дорогой в мире, хотел сделать 7 звезд. Все, ну, задолги забрали, стоит, ну, разрушается. Тельман Исмаилов, все. Он просто не учил 25-ю главу Мишли, 6-й отрывок. Написано, альтит адар лифнеймэл, прямым текстом. Не выделайся перед царем, все. И убивком к долим альтамот. Не стоят там, где стоят большие люди. Значит, здесь дается совет еще один. Вот человеку, у него есть естественная, естественно, у него есть тяга расти. То есть тяга есть расти, мы изучали, откуда идет эта тяга. Значит, тяга расти идет, что у человека есть вот этот вот инструмент желания, и сколько бы у него ни было, он хочет в два раза больше. Это как бы установка по умолчанию. Дальше второй инструмент, который Бог печатал в человека, это зависть. То есть человек смотрит на другого человека с детства, прям с песочницы, и говорит, у него есть, я тоже хочу. Это зависть. И вот эти два, два как бы двигателя, движка, они двигают человека по жизни. Теперь, значит, он, дальше есть пирамида маслоу. То есть ты удовлетворяешь свои вначале физиологические потребности, там еда у тебя есть, где жить у тебя есть, квартира и так далее. Потом ты удовлетворяешь свои потребности, причастности к какой-то группе. Ты, значит, ну там или на фирме работаешь, или ты в корпорации какой-то, или ты свою фирму организовал. То есть у тебя есть какая-то, ну, группировка. Человек должен быть причастен к какой-то группировке людей. Он один не может. В древности это вообще жестко было, что ты должен быть причастен к группировке. Сейчас это, ну, не так ярко проявлено, но, тем не менее, человек не может быть один. Вот у нас тут группировка молодых религиозных студентов. Вот я сейчас здесь нахожусь, это называется Организация Мараша. Значит, они все объединились. Они думают еще, к кому примкнуть, знаешь, к молодым религиозным студентам еврестиям, или к, эти не гуны, а как они называются? Готы. Готы. Они такие тут полумолодые религиозные студенты, полуготы, полуготы. Нет, есть готы, а есть еще такие, которые грустные ходят, такие. Эму. Или эму они, да, вот они такие думают, или быть веселыми еврейскими студентами, или эму. Но эму должны в черное одеваться, а тут надо в черно-белое и шапочку носить. Вот они думают, как бы, к кому примкнуть. Потом, значит, человек, когда он уже примкнул к какой-то группе, у него включается вторая такая штука, это уже пирамида потребностей Маслоу. Он хочет быть в этой группе лучшим. То есть, когда он уже в группе закрепился, он в этой группе хочет занять какое-то более высокое положение. И тут нам стоял, сказал царь Соломон, что в какой бы группе ты ни был, не лезь в место, где стоят вот эти вот гдулим в этой группе. Почему не лезь в место, где стоят эти гдулим в этой группе? Потому что гдулим в этой группе, они за это место будут с тобой бороться. Они просто так тебе... А что ты сюда встал? Есть известная история, как Ешива такая была на Вардак. На Вардак они боролись полностью со своим эго. Ну, эго это то, что тебя тянет наверх. Вот это я там. И они так боролись со своим эго, работали над скромностью, что они такие стояли. И в Ешиве у них была целая такая была, я никто, я ничто. Типа, я никто, я ничто, меня нету. Бетуль это называется. Ну, как бы обнуление, да? И тут приходит новый ученик в эту Ешиву. И он смотрит, все стоят такие скромные. Я никто, я ничто, я никто, я ничто. И он встал в первый ряд и тоже стоит такой. Я никто, я ничто, я никто, я ничто. Один такой так на него смотрит, говорит, ничего себе. Вот это, говорит, гордость такая, вообще такой наглый. Первый день Ешиве, уже никто, уже ничто. Типа, мы тут работаем над никто и ничто уже сколько времени. А он сразу стал никто и ничто. Не, типа, отодвинься. То есть, у человека есть вот это вот, ну, те, кто уже захватили эти руководящие места, они обычно молодежь не пускают. Лучше всего это видно в стаях обезьян, ну, в любой стае, когда волки, обезьяны там и так далее, что те, которые есть вожак, есть вокруг такие крупные волки, есть молодняк. И молодняк пытается залезть, а эти крупные волки их отгоняют. Вот у человека внутри тоже есть вот такая же история. Теперь нам сказал царь Соломон, так как мы люди, мы не волки, не обезьяны и так далее, он говорит, смотрите, раз вы уже учите Мишли, притчи царя Соломона, значит, вы уже с Богом на контакте, у вас есть преимущество. Так говорит, зачем вам с обезьянами бороться? Зачем? Не стойте. То есть, вы занимаетесь своим делом, накапливая потенциал своего развития, но не лезть его сразу обналичивать. Потому что, когда ты лезешь его обналичивать, в этот момент ты вместо того, чтобы создавать, созидать и накапливать, ты в этот момент вступаешь в борьбу, и ты его можешь просто потерять ни за что. Теперь дальше. Что он дальше? Продолжает он нам объяснять, что после того, как в месте больших не стой, он говорит так, Титов омар лыха але эна, что лучше пусть скажут тебе поднимайся сюда. Когда тебе скажут поднимайся сюда, так тебе не надо бороться. То есть, царь скажет, или там они скажут, о, смотри, ты молодец какой, давай с нами, поднимайся на. И тогда у тебя нет никакого, никакого нет сопротивления. Лучше тебе скажут поднимайся сюда. Чем тебя будут сбивать перед надивы, это человек, который, ну, надивы это вот из этих долим больших людей. Надивы это тот, кто дает, помогает и так далее. То есть, лучше тебя поднимут туда, чем скажут тебе спускайся отсюда. Ашер Раул Эйнеха, которого увидели твои глаза. То есть, это очень видно, очень видно на примере, вот, когда проходит какое-то мероприятие, например, там, спитеры какие-то известные, все хотят с ними сфотографироваться. Все хотят с ними сфотографироваться и прямо лезут сфотографироваться, все. А бывает, что там спитер какой-то, ну, смотришь, он, ну, вот кто-то ему понравился, там, или что-то такое, он говорит, пошли с тобой посидим, пообщаемся, там, все. То есть, это намного лучше подождать, стать настолько ценным. Это у меня был спор, у меня есть один друг, он считается, там, самый лучший преподаватель по нетвертингу, как устанавливать связи. И его теория такая, что нужно устанавливать связи, нужно с людьми быть, ну, как бы, чем больше у тебя связи, тем лучше. А я говорю, нет, говорю, никакие связи, ты должен быть ценным. То есть, ты должен создать какой-то продукт, должна быть у тебя ценность. Когда ты станешь ценным, тебе не надо устанавливать связи, связи будут за тобой бегать. То есть, все будут тебе писать, звонить, пожалуйста, ты нужен, ты нужен, ты нужен. И тогда, если ты ценный для людей, ты что-то умеешь делать, у тебя есть твой продукт какой-то, да, твоя ценность, тогда ты можешь до любого достичь. Тебе не надо бегать за любым, тебе нужно сосредоточиться и в чем-то стать крутым, в чем-то. Когда ты в чем-то крутым, и ты в этом чем-то можешь помогать людям, тогда ты можешь свою вот эту вот ценность обменивать на любые связи. Понятно, да, идея? Теперь, значит, лучше скажут тебе, седьмой отрывок, китов, китов омар лыха алей эна, лучше пусть скажут тебе, поднимись сюда, чем тебя собьют перед важными людьми, которых увидят твои глаза. Дальше, восьмой отрывок, восьмой отрывок, он звучит так. Значит, восьмой отрывок звучит так. Не выходи, ссориться быстро. Может быть, подумай, что ты сделаешь впоследствии. Вот так дословно звучит. Значит, что здесь имеет в виду царь Соломон? Он говорит нам так. Вот смотри, значит, ну, люди вокруг неадекватные. Большинство людей не учат Мишли, они живут вообще непонятно, как они живут. То есть, Тору не учат, духовностью не интересуются. По каким принципам они существуют, вообще непонятно. Но у них есть тоже какая-то их, как бы, философия, и она очень часто звучит так, что с волками жить, поволчьи выйти. Значит, тебя ударили раз, ответь дважды. А еще самое классное, это я слышал, вот в спортинтернате, когда я учился, у нас была такая, как бы, мудрость такая, да? Бей своих, чтоб чужие боялись. То есть, на всякий случай, бей своих, чтоб чужие боялись. То есть, будь таким уже агрессивным, что капец. И вот, значит, таких людей очень много. Они, ну, до сих пор, они же где-то живы. И, значит, вот живет человек, и он, значит, попадает в конфликт с каким-то таким дураком. Он его там на ногу ему наступил, обозвал, там, отодвинул где-то там в метро и так далее. Обычный человек, он реактивный. И он, как перед зеркалом, как перед, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в воде, так сердце одного отвечает на сердце другого. То есть, естественный ход мысли, что если тебя ткнули, то ты в ответ должен, ну, ответить тем же. Теперь, если человек вот так вот делает, и он спешит ссориться, то есть, ему кто-то что-то сказал, его кто-то не так на него посмотрел. И он вместо того, чтобы спокойно проанализировать ситуацию. А как надо анализировать ситуацию? Анализировать ситуацию нужно умный человек, тот, кто видит то, что родится. Михахам, мы учили в Перте, вот, кто мудрец. Аруэ, это аналат. Тот, кто видит, что рождается. То есть, тот, кто видит хотя бы на один шаг дальше. То есть, обычный человек, не умный, он видит только вот это действие перед собой, он видит и все. Умный человек, он видит это действие, он видит следующее последствие. То есть, у него включается логика, видит вещь из вещи, и он может сопоставлять какие-то вещи. То есть, у него более такой глубокий взгляд на реальность. И он, этот глубокий взгляд формируется обычно или из опыта, или из технологии. А лучше, вот мы сейчас учим Мишли, он говорит, я вам дам и логику, и дам вам, как работает мир. Ну, как бы, дам раскладку. Теперь, значит, умный человек, он понимает последствия. Не умный человек, он видит только одно действие. Теперь дальше. Второй момент. Второй момент. Умный человек, он принимает решение, исходя из своей цели. То есть, он знает, куда он идет. Не умный человек, у него цели нету. И он движется по жизни хаотично. То есть, он изначально отдает себя на реактивный способ жизни. Потому что, куда толкнет, туда пойду. А что ты хочешь в жизни? Не знаю, но хочу, чтобы было хорошо. Но тогда, что тебя двигает по жизни? Какие-то сиюминутные, краткосрочные стимулы. Тут толкнули, туда пошел. Здесь толкнули, туда пошел. То есть, если ты сам не знаешь, что для тебя хорошо, то как ты это хорошо найдешь? Поэтому, умный человек, он первое, он видит на два шага. Второе, у него есть маяк, цель, которая должна определять, какие действия для него являются эффективными и позитивными, какие нет. Понятно? Когда у него есть вот этот маяк, и когда он, каждое действие продумывает последствия, тогда он не попадет в ситуацию, о которой говорится в восьмом отрывке. В восьмом отрывке говорится так, не спеши ссориться быстро. Может быть, что будешь делать ты потом, после этого? Когда будет тебя позорить твой ближний. Непонятно, почему ближний, потому что, когда ты уже пошел с ним ссориться, он уже не твой ближний. Ты с ним, во-первых, уже не ближний. Когда ты с ним не ближний, и когда ты начал с ним ссориться, то что он будет делать? Он будет нападать, бороться, обманывать, что хочешь делать? У нас была вчера ситуация, у нас, мы сейчас проводили мероприятие на 5300 человек, и, значит, вот финансовый директор, он нашел, что нас наш подрядчик один где-то обманул, то есть на там расходной части в 100 тысяч долларов он нашел, что они нас обманули там на 700. И он говорит, все, я сейчас, значит, сделаю, там, мы для них позор, значит, пост сделаю за свои деньги, я сейчас рекламу дам, чтобы все знали, что они обманщики, все. Я говорю, смотри, не будем мы так делать, мы просто им эти 700 долларов не заплатим и больше с ними не будем иметь дела. Почему? Потому что если мы сейчас пойдем с ними, начнем ссориться, а я уже просто этот отрывок читал, а он еще нет, да. Если мы пойдем с ними ссориться, то что будет? Они же, естественно, за свое имя будут бороться. Будут? Будут. Мы вложили в рекламу 500 долларов, они вложили 500 долларов. Мы вложили тысячу, они вложили тысячу. Мы пошли и там на них, ну, наехали, они наехали на нас. Зачем? Ну, ради чего? То есть, если они такие, то, понятное дело, есть много людей, которые Мишли не учили. Их на этих 700 долларов поймают в следующий раз, и пускай они дают с ними ссориться. То есть, понятное дело, что человек, который обманывает, у него рано или поздно он подойдет к пропасти и получит раздачу за это. Но почему я должен тратить свое время и энергию на то, чтобы быть вот этим вот там надсмотрщиком, санитаром леса? Я не санитар леса. У меня сейчас есть следующее мероприятие, которое мне нужно организовать. И та энергия, и та сила, которую можно сделать, при этом, как наш царь Соломон предупредил, он говорит так, когда ты идешь с ним ссориться, когда ты идешь с ним ссориться, он же тебя позорить будет. То есть, ты хотел как лучше, а что ты получил как хуже. Так какой смысл с ним ссориться? Только если это ведет тебя к твоей цели, и ты понимаешь, ты просчитал, ты готов на вот эти все длительные последствия и так далее, выходи ссориться. Но обычно человеку не нужна ссора, человеку нужны какие-то другие результаты. И любые другие результаты чаще всего можно получить без ссоры. Понятно. А что по-другому? Восьмой отрывок. Это восьмой был отрывок. Восьмой это не вступай в спор поспешно, ибо что сделаешь в последствии, когда пристыдит тебя противник твой. А, теперь я понимаю, почему Раеха. Раеха это ближний твой. То есть, здесь он скрыт еще один смысл. Еще один смысл такой. Вот, я уверен, у кого такое бывало, что вы вам сказали, что кто-то про вас сказал плохо, вы с ним начинаете ругаться, а потом выясняется, что он про вас плохо не говорил. Бывает же такое? То есть, тебе насплетничали, тебе про человека рассказали, тебе там в уши продули, да? Ты начинаешь с ним ругаться, он тебя начинает позорить. Ну, потому что ты на него наехал несправедливо. То есть, для него это еще более обидно, когда ты быстро начинаешь с ним ссориться, а он понимает, что причины нет. Он тебе говорит, ты дурак вообще, вообще, я и знал, что ты дурак. И все. А потом выясняется, тебе говорят, что, ну, действительно, он был прав, и он твой ближний. А ты, вместо того, чтобы с ним нормально поговорить, ты с ним вступил в ссору, и понятно, да, идея? Все, вот мы выучили сейчас очень большую мудрость. Давайте подведем итог сегодняшнего занятия. Значит, первое, не лезь, не лезь, перед царями не выделуйся, и вместо больших не лезь, потому что там самая опасность. Вот эти те, кто залезли уже на вершину вот этой вот пирамиды, там, власти в любом деле, в любом обществе, они просто так, они очень держатся за свое место, и когда ты туда лезешь, они тебя будут сбивать. Но если ты туда не лезешь, и ты в это время накапливаешь свой потенциал, то обязательно в какой-то момент кто-то из них тебя подтянет, потому что увидит, что ты ценный, и он захочет, он захочет с тобой дружить, и он тебя подтянет близко к себе. Когда ты уже залезешь туда, но тебя кто-то подтягивает, ты уже не один, вас уже двое, и тогда дальше, ну, тебе намного проще там удержаться, понятно, да? Но если ты туда залез, все равно надо быть готовым к, как есть, мне очень нравится одна книга, ну, вот, Пелевина книга про гора Фудзи, называется «Виды на гору Фудзи». И там, значит, один парень, он говорит, вот в Японии есть такая очень японская мудрость, такая, прям вообще японская самая крутая мудрость такая, что улитка ползет по склону горы Фудзи, Фудзи-яма, и маленькая улитка, такая их стих такой, да, вот у нас своя мудрость, у японцев своя мудрость. Это Тора, у них Хоку, да, и Хоку такая, что, типа, улитка ползет по склону горы Фудзи, ползи, улитка, ползи. То есть у них, у них, как бы, у японцев, у них, ну, ты должен работать, и все. Да, вот, значит, ползи, улитка, ползи. Вот, значит, это их, как бы, подход к жизни, они просто делают классно, качественно свою работу. И этот, который эту, читал эту, их японскую мудрость, он говорит, но, говорит, эта же улитка не знает, что на горе Фудзи, значит, температура самая минимальная, минус 37, а максимальная, там, плюс, по-моему, 17 в течение года. Там никто не живет, а внутри, там этот самый... Вулкан. Вулкан, который, да, он в любой момент может тебя сжечь. И вот эта вот улитка, которая всю жизнь ползет на гору Фудзи, которая, ну, скорее всего, не доползет никогда, но даже если она доползет, куда она ползет-то, какое там счастье в этой, на горе. И он это рассказывает одному олигарху, а этот олигарх такой сидит, я знаю, говорит, я уже на этой горе, говорит, холодно, никого нету, и сидишь как на вулкане, в любой момент тебя, ну, чтобы тебе может жопу сжечь, да. И, значит, вот люди лезут на эту гору, но не лезть люди не могут, это прошивка. Зависть, есть 100, хочешь 200, и ты все равно лезешь на эту гору. Но то, что нас предупредил царь Салмон, лучше не лезть. Убимком к долим, аль-тамот. Не стоя на месте больших, потому что, когда ты там стоишь, то у тебя они уже будут, ну, очень там большая борьба. Все, дорогие друзья. Удачи, успехов, шаббат, шалом. Сделайте, пожалуйста, свои выводы из сегодняшнего, очень полезного, полезного сегодняшнего урока. И с Божьей помощью, значит, мы прекращаем расти, мы вверх не лезем. Но у нас есть, у нас есть, как сказать, у нас есть пропуск, пропуск везде. Почему? Потому что, если стремление служить Богу, то Бог тебя ведет. То есть, если у тебя твои все действия, они, их стержень, это Ират Шамайм, страх перед Богом, страх перед небесами, трепет, да, что ты знаешь, что в тебе есть вот эта божественная душа, и твое все стремление, это ее проявить. То есть, проявить, и ты как бы не на себя работаешь, а на Бога, да, тогда, тогда тебе все двери открываются. Все, шаббат, шалом. И чтобы Бог вам помогал во всех хороших делах, и чтобы все, как мы учили, вот, Раби Итан нас учил, Пертьявод, да, ну, когда он преподавал Пертьявод, учил, что самый верный способ, чтобы все твои молитвы сбывались, сделай свои желания, как желание Бога, и Он выполнит твои желания, как Его желание. То есть, когда ты свои желания привязываешь к тому, что Бог хочет от человека, да, то ты с Богом становишься партнером, и с Ним попадаешь в резонанс. Все, шаббат, шалом, удачи, успехов. Все. Жду ваших, обязательно напишите выводы. Выводы обязательно. И поделитесь ими. Все, пока, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok